САХАЛИН Следующая встреча в воскресенье для странной ледовой дружины стала принципиальной. Но открыть счет в этом финале удалось гостям. До конца перерыва все попытки взять ворота сходили на нет. Думаю, игра тоже получится. Наши должны победить. Уверены в этом. Отыграться Сахалину удалось на пятой минуте второго периода. Здесь отличились два Алексея. Точный пас от Ткачука и не менее точный бросок Еремина. Но после этого в наших воротах до перерыва успели побывать еще две шайбы от гостей. Я жду победы. Но со счетом я еще пока не знаю. Пять минуты прогнозируешь. Пока три-один. Да, ты видишь? Ну да. Какой счет, думаешь, будет? Ну где-то три-четыре. В нашу пользу? Да. Самым напряженным по накалу страстей и переживаний для болельщиков и самой островной команды стал заключительный отрезок игры. Интриговый матч привнес Сергей Печура, сокративший разницу в счете, а затем и Дмитрий Фахрудинов. сравняв счет игры. Однако за две минуты до конца встречи гостям из страны утренней свежести удалось таки отправить шайбу в наши ворота. Когда счет был 3 на 3, мы решили не сдаваться до самого конца. Поэтому, в принципе, и выиграли. Окончательно все надежды на чемпионство сахалинцев рассеялись уже на последних секундах игры. Заменив вратаря на шестого игрока, Сахалин пропустил шайбу в пустые ворота. Итоговый счет встречи 3-5. Сахалину достали серебряные медали чемпионата Азиатской лиги. И все же это крупный успех для ледовой дружины, которая выступает в чемпионате только второй сезон. Ну а золото улетит в Южную Корею. Чемпионом лиги становится клуб Анян Хала.